друзья всем привет сегодня 21 октября 2020 года среда завершилась дневная торговая сессия на московской бирже и мы начинаем наш ежедневный вечерний обзор сегодня по валютным парам у нас изменений не было рубль укреплялся по отношению к доллару и евро но тем не менее мы так и не достигли тех ключевых уровней которые интересны для покупок по доллару был протестирован ранее уже отработанный уровень поэтому в сегодняшнем обзоре это не имеет никакой актуальности также сегодня мы рассмотрим в дополнение к нашему торговому плану то есть помимо тех акций которые по которым сегодня произошли изменения сегодня добавим в наш обзор следующий эмитент это киви попросили подписчики рассмотреть этот эмитент один раз поскольку там какие-то вопросы у них по киви возникают связи с набором позиций но тем не менее этот эта бумага у нас в торговый план не входит поэтому рассматриваем только сегодня далее уже и включать ее в ежедневный обзор не будем и так пути ли у нас на текущий момент сегодня но практически отработали часовой уровень который был актуальной для набора это 1201 и ниже уже идет дневной уровень покупок в целом картина выглядит следующим образом долгосрочно мы находимся в нисходящем недельном канале среднесрочно мы также находимся в нисходящем дневном канале но тем не менее нужно учитывать тот момент что надо на данность на сегодняшний день в границах вот этого нисходящего канала у нас сформирован среднесрочный восходящий тренд который на текущий момент может быть сломлен то есть у нас поддержка среднесрочного восходящего тренда это дневной уровень покупок 1179 если этот уровень будет протестирован и в последующем мы увидим перевой пробойного дня то соответственно вот этот среднесрочный восходящий тренд будет сломлен и мы можем устремиться к нижней границе вот этого дневного канала тем не менее это все интересно для тех подписчиков и инвесторов которые рассматривают эту бумагу именно на долгосрок то есть сегодня можно с учетом того если вы готовы держать эту бумагу надолго сегодня можно на часовом уровне 1201 брать порядка 20 25 процентов далее на тесте дневного уровня 1179 можно добирать еще 20 процентов и в последующем просто удерживать уже вот эти отработанная набранная позиция для того чтобы в случае если будет перевой дождаться формирования нового дневного уровня на котором также будете докупать еще по 20 процентов на каждом дневном уровне либо с этими 45 процентами будет какой-то отскок наверх в случае если у вас перегруз позиции было можно частично будет разгрузить и ждать уже формирование новых дневных уровней почему поддержка может быть протестирована потому что ранее получается в августе 2020 года мы протестировали верхнюю трендовую линию нисходящего дневного канала отбились вот этой нижней трендовой и началась техническая коррекция внутри среднесрочного восходящего тренда на данный момент учитывая что мы можем пробить дневной уровень и закрепиться ниже соответственно нужно быть готовым к тому что мы увидим перелой и соответственно будем стремиться протестировать нижнюю границу вот этого дневного канала то есть где они встретятся с нижней границы цена пока неизвестно но тем не менее на пути к нижней границе у нас до сих пор имеются сформированные и ранее не отработанные уровни это дневной уровень 780 и недельный уровень 706 на 2 вот этих уровнях можно добирать также по 20 процентов и того если здесь на текущих позициях вы соберете 45 процентов и цена будет уходить ниже тут вы еще соберете 40 процентов то средне у вас получится где-то в районе 900 поэтому если вы готовы к такому раскладу то в принципе можно удерживать ранее набранная позиция но они не должны превышать 40 45 процентов и дальше быть готовыми к тому что мы можем увидеть по данному эмитенту еще более глубокое снижение до каких уровней пока это снижение сложно будет прогнозировать но тем не менее нужно учитывать что сейчас уже на история сформирован дневной уровень 780 который в теория может быть протестирован если действительно бумага на долгосрок будет ходить вот в таком широком диапазоне поэтому сейчас часовой уровень 1201 на нем можно 20 25 процентов брать далее 1179 это дневной уровень еще 20 процентов далее просто удерживаем и ждем теста нижнего дневного уровня 780 будет он протестирован или нет пока под вопросом поскольку в перспективе может быть сформирован еще один дневной уровень где-то в этом диапазоне пока ситуация выглядит таким образом поэтому торопиться с излишним набором объемов по данному эмитенту я не рекомендую но тем не менее процентов 40 45 удерживать в портфеле целесообразно далее сегодня у нас произошли изменения по торговому плану по акциям x5 retail group русал поле металл и втб давайте по порядку пройдемся по данным эмитента мы посмотрим какие произошли изменения x5 retail group сегодня был протестирован часовой уровень покупок 2962 на данный момент мы видим что цена отбилась от верхней трендовой линии восходящего дневного канала и уже второй день мы наблюдаем коррекционное движение по данному эмитенту насколько она будет долгосрочным пока не понятно поскольку у нас впереди имеется получается ниже имеется ранее сформированная поддержка дневная 2561 с половиной соответственно все что выше данного уровня торгуется любое снижение это всего лишь пока техническая коррекция внутри среднесрочного нисходящего тренда в случае если будет перед пробой вот этой поддержки то мы можем увидеть более нижние уровни сейчас же если вы только начинаете набор позиции по данному эмитенту то на часовых уровнях есть смысл собирать порядка 22 25 процентов от планируемого объема позиция на дневной поддержке две тысячи пятьсот шестьдесят один с половиной добирать еще 20 процентов на сегодняшний день помимо сегодняшнего часового уровня который был отработан также имеются ранее сформированное и не протестированные часовые уровни это 2869 2805 и 2642 вот эти суммарно часовики не должны превышать 25 процентов от планируемого объема позиции далее переходим к следующему эмитенту нашего сегодняшнего обзора это русал сегодня был протестирован часовой уровень покупок 32 65 и на данный момент мы видим что в результате того что сегодня бумага находится в зоне перекупленности торгуется у верхней трендовой линии нисходящего дневного канала давление на данную бумагу может продолжиться и в перспективе мы можем протестировать также ранее сформированные не отработанные часовые уровни это 31 56 и 29 77 будьте готовы к тесту данных уровней и не превышайте риски при наборе позиции суммарно часовые уровни не должны превышать 25 процентов далее ближайший дневной уровень покупок 25 36 там уже можно будет докупать еще 20 процентов если вдруг этот уровень будет протестирован учитывая что сегодня мы отбиваемся от верхней трендовой линии то вероятность теста данного дневного уровня она достаточно высокая то есть 25 36 это дневной уровень который технически может быть протестирован на данный момент из того что складывается сегодня по данному эмитенту далее сегодня произошли изменения по поле металла поле металл сегодня был протестирован очередной часовой уровень покупок 1759 90 и на данный момент мы видим что в данном случае сейчас уже по сути должно быть сформировано порядка 20 и 25 процентов по часовикам но тем не менее кто только начал набор позиций то я думаю есть смысл ждать либо перехая и формирование нового уровня и там уже дальше потом смотреть какие будут еще часовики выше сформировано либо на текущий момент собирать на тесте вот этих ранее отработанных уровней добирать позицию до 25 процентов вот этот часовик 1584 который на данный момент пока является в статусе часового находится и на нем можно будет увеличивать долю в портфеле до 25 процентов суммарно тем не менее это часовик в ближайшее время может перейти в статус дневного если мы увидим достаточно небольшой перехай от текущих цен если мы закрепимся выше верхней границы вот этого нисходящего конверта то соответственно у нас здесь вот этот часовой уровень 1584 может перейти в статус дневного и на нем уже можно будет докупать 20 процентов от планируемого объема позиции вероятность того что это произойдет очень высокая поскольку на текущий момент мы торгуемся внутри среднесрочного и долгосрочного восходящего тренда на текущий момент дневная поддержка находится на отметке 1207 80 и все что выше данное данной поддержки любое снижение это всего лишь техническая коррекция внутри восходящего тренда поэтому вероятность перехая высокая ждем формирования нового дневного уровня 1584 сейчас же он пока является часовым и на нем можно будет добирать не более 25 процентов суммарного планируемого объема и наконец последний имитент сегодняшнего обзора это акция vtb по акциям vtb в результате того что вчера мы отбились от нижних минимумов ближайшего получается времени то есть в течение периода когда мы отбились марте от уровня 2 0 0 2 76 после этого получается это является сейчас историческим минимумом от него мы отбились вчера и в результате этого цена закрепилась выше верхней границы нисходящего вот этого конверта локального и мы сформировали новый дневной уровень покупок 003 1625 в случае если давление на бумагу продолжится имел ведь мы увидим снижение по данному эмитенту на вот этом уровне 003 1625 можно будет увеличивать долю в портфеле еще на 20 процентов у себя этот уровень тоже отметил на этом уровне я буду также докупаться так и на этом на сегодняшний день все то есть изменение сегодня минимальная но тем не менее ждем завтра потому что ближе к завершению недели могут быть какие-то контр трендовые движения отскоки поэтому будем смотреть и завтра вечернем обзоре увидим и рассмотрим основные изменения по дню на этом все всем успехов до завтра удачи в инвестициях